Диагноз ДЦП и инвалидность. С самого рождения сына Максима, белгородка Елена Горбунова, борется за его полноценную жизнь. Он перенес операцию, после которой научился ходить. Но болезнь вызвала осложнение, опасное для жизни. С новым испытанием семье помогает справиться фонд поколения Андрея Скотча. Подробности в репортаже Екатерины Ковалевой. А любишь смотреть футбол, волейбол? Нет, это не мое. Лучше за волнушую. Смотри. Максим перенес операцию по удалению контрактуры. Свои первые шаги сделал только в 4,5 года. Подвижные игры стали самым любимым занятием. Вот только часто в них играть не удается. При малейшей физической нагрузке появляется одышка, учащенное сердцебиение и общее сонливое состояние. После операции в Туле в течение года мы набрали первые 10 килограмм. Вот. И получается, дальше пошло, что по килограмму в месяц. Почему ребенок стал полнеть, врачи ответить не могли. Все анализы были в норме. А вес становился критическим. В 10 лет 85 килограммов. Помочь могли в медицинском центре «Юность» в городе Ессентуки. По линии соцзащиты подобные путевки не выделяются. Оплатить ее самостоятельно мать-одиночка не могла. Я собрала все документы, обратилась в поколение Скотч, они нам помогли. Обследование, анализы, УЗИ и высококвалифицированные специалисты помогли найти причину. После операции по удалению контрактуры у Максима нарушилась работа поджелудочной железы. Организм перестал принимать еду и все перерабатывает в жир. В медицинском центре Максим прошел курсы иглоукалывания, массажа и других дорогостоящих процедур. Составили ему и особую диету. Диета дается на неделю, месяц ее поешь, но она может надоесть. Поэтому нам дали такую таблицу хлебных единиц и объясняют, что такое хлебная единица. За один раз мы можем съесть три хлебных единицы. Это ложка макарон, котлета на пару или кусочек рыбы на пару. Соблюдение диеты и физические нагрузки помогли остановить набор веса. Но избавиться от болезни пока врачи не в силах. Еще два года медикаментозное лечение ребенку противопоказано. Мама Максима говорит, что они пережили много и уверены, что совсем скоро найдут средства и от этого недуга. А мальчик мечтает скорее поехать в деревню, чтобы поиграть с братом. Планируем сделать эту баскетбольную, футбольную площадку. Я планирую детьми обыграть. Екатерина Ковалева, Виталий Петренко. Новости Мира Белогорья.